Сначала выделяют деньги федерация, потом край, а мы-то уже третьими по очереди идем. Так, накануне говорили о субсидиях на программу «Молодая семья». Политики имели в виду, что сначала деньги выделяет федерация и край, а город уже отталкиваясь от этих сумм в последнюю очередь. Анна Холодкова уверена, что все как раз наоборот. Об этом говорят ответы на запросы молодых семей из федерального центра и АКЗС. Межбюджетные трансферы распределяются между муниципальными образованиями края прямо пропорционально объему средств, предусмотренных в местных бюджетах. Мы просим город все-таки прислушаться к данным ответам, к тому положению, которое есть, и увеличить финансирование. Мы не просто просим выделить деньги на программу. Мы понимаем, что это повлечет за собой колоссальный приток из краевого федерального бюджета троекратное увеличение суммы. По словам Анны, в прошлом году на 1 миллион от города Федерация и край вместе выделяли по 3 миллиона. Молодые просят у властей и депутатов поднять сумму от города хотя бы до 100 миллионов в год. Сейчас это только 38 миллионов. Врач и по совместительству народный избранник Елена Хрусталева уверена, у города есть деньги. Давайте мы посмотрим бюджет, разберем его по статьям и посмотрим, где мы можем экономить. Я лично делала предложение о том, чтобы прекратить сжигать деньги в воздухе. Эти бесконечные салюты, они стоят денег больших. Поэтому, ну давайте мы не будем салютовать. Я думаю, что жители города Барнаула нас поймут. А пока одни бьются за получение сертификатов, другие этим пользуются. Татьяна Абашина, которая тоже стоит в очереди, столкнулась с мошенниками в соцсети. Там предлагают, цитата, не терять лишние года и готовы помочь в преодолении очереди. Присылайте ксерокопии паспортов и свидетельства о рождении детей. Остальное мы сами сделаем, чтобы вас признали экстренно нуждающимися. Я ей пишу, что как такое вообще возможно, пишите подробнее, потому что понятия экстренно нуждающихся как бы в целом, ну в принципе нет. На что она поняла, что я ее развожу просто на разговор. Она меня забанила, удалила переписку, все. За перемещение в очереди мошенники, а возможно участники коррупционной схемы, требуют 15% от суммы сертификата. Гарантий, понятно, нет. Ведь по-настоящему помочь молодым семьям можно только увеличив субсидии из бюджета. Андрей Дреер, Алексей Фризин. День с толком.